Здесь водитель в машине. Сейчас попрошу его перепарковать. Здравствуйте, мужчина. Опустите, пожалуйста, окно. Окно опустите. Окно опустите. Перепаркуйтесь, пожалуйста, с тротуара на проезжую часть. Будьте так любезны, вы перекрыли тротуар. Я перекрыл здесь сейчас. Да, перекрыли. Вот я хочу идти сюда сейчас по прямой, а ваша машина здесь. Девочка, две секунды. Девочка, выключи телефон. Девочка хочет выйти... Я понимаю, на проезжей части становитесь и вы выпускаете ее. Я понимаю, что вы очень-очень везли бы на меня наехать. Я не наезжаю, я делаю вам замечание. Если бы хотел наехать... Если бы я хотел наехать, я бы наехал бы. Ты хочешь меня снять на телефон сначала... Снимай девочек на скоростной, я делаю замечание, произвожу видеофиксацию. Так вот, слушай, перепаркуй, пожалуйста, свою машину на проезжую часть. А я тебя почему должен слушать? Ты говоришь, слушай меня сюда. Ты кто такой, чтобы я тебя слушал? Тебе вежливо подошли, изменились. Там человек, я его просто. Я говорю, что он тратит. Просто офигеть. Давай, убирай свою машину, друг. Выйди с машины, герой-то непонятный. А то вы такие хорошие, смелые в машине выходите, получаете паушен, пишите заяву потом на меня. Езжай отсюда, друг. Твое видео будет в интернете, почитаешь комментарии. Если есть вопросы, пиши заявление на меня в полицию. В чем проблема? Давай, съезжай отсюда. Там человек заехал. Сейчас. Он заехал на тротуар, будет садить пассажира. Интересно, а что-то я не вижу. А где пассажир не выходит? А ты что сделал хорошего, а ты? Чушка, давай, езжай отсюда. Учителя, сейчас подожди. Да я понял, дай мне закончить с ним диалог. Вот здесь и стой на проезжей части. Слушай, а ты что сделал? Ты что сделал, что ты меня задаешь эти вопросы? А что, боишься камеры? Да, вы что, грязь, что правда? Ты прикинь, делаю, да. Навожу порядок на тротуаре, освобождай его от таких вот хамлов, как ты. Давай, езжай отсюда. Вот, тут тоже так въезжают на тротуар и на такой машине большой, что очень плохо. Ну, спайте, депарката еще, дам. Домдоле, вапаркатся на дром, каи еще и тротуар, и маме, ку-карошуаре, инвалид, ку-инвалидной колясо, что не подстрек нормал. Вапаркатся на аллу. И, кстати, есть страда Сергея Лазо, аккул, де маймал, де 20 локур либери, пенту паркария, унде Минстеру Транспорт. Унде Минстеру Транспорт. Аккул сант локур либери. Аккул, паркаши, три минуты, пейзжоса на куаше. Я вам уже скину полицию на куаше, что машинали ашебу эвакууати, и, если гадаск прибадите, раскуя аминда. Утракатся айс? Ну. Теперь я, нет, нет, скажу, подпишись, что виним в куаше, пащим айс. в ордене, конечно, ну под инвалид, ну мало. И ребятка, вам афильматься. Да, да, афильматься, да. Потому что у нас есть агрессивные люди, которые лезут в драку. А зачем нам драться? Вы с какими-то мы забираем это. Я даже вам подсказал, где можно припарковаться без нарушения. Сергей Алазо, отсюда три минуты пешком. Это стадион Динамо. Вам хорошего дня. И сразу вопрос, а что эти машины не мешают? Эти машины тоже мешают, как ни странно. И мы вызовем сюда экипаж полиции. Один водитель начал хамить. Начал там умничать. Ну и здесь вот смотрите ситуация. Будет двигаться инвалид на коляске. А как ему здесь пройти? Или мама с коляской, с детьми будет идти? Ну никак. Она будет вынуждена выйти на проезжую часть. С опаской для жизни. Понимаете? Сейчас еще поток машин маленький. Но ближе к вечеру здесь поток будет просто бешеный. И люди будут вынуждены идти по проезжей части с опаской для жизни. Вот видите, как большие грузы летят. В темное время очень опасно так ходить по проезжей части. Но люди вынуждены ходить по проезжей части, потому что нет другой возможности идти спокойно по тротуару. Потому что у нас есть вот такое вот хамло, припаркованное на тротуаре. Сейчас я попробую пройтись промеж машин и забором. Ну очень неудобно это такая ситуация идти промеж забора и машин. Потому что ну если это будет мама с детьми, ну будет большая проблема. Будут идти люди друг другу на встречу, но просто не разминутся. Никак. Просто никак. Видите, человек боком идет. Я тоже буду вынужден идти боком, чтобы не тереться об эту машину и забор. Вот такие вот у нас есть водители. Оставили нам, где полметра даже нету, где 30 сантиметров оставили для пешеходов. А почему бы нет? Нам же так можно. Вот такие вот дела. И сейчас мы сюда вызовем экипаж полиции. Это вот для этих лосиков, которые пишут, что машины никому не мешают. Вот это я не знаю, кто проехал сейчас, просигналил. Может подписчик, а может быть очередной автолосик, который попал к нам на канал и штраф заработал. А вот еще, кажется, водитель идет. Идет по проезжей части. Мужчина, а как вы думаете, парковаться на тротуаре, где больницы и ходят люди, нормально это? Да пы тротуар думал. Так и тэц. Если все будут прыгать с моста вниз головой, вы тоже прыгнете? Я прыгну с... Не, ну вы говорите, все паркуются, я паркуюсь. Давайте будут все прыгать вниз головой с моста, вы тоже прыгнете? Тротуар. Я страдец прыгну. Нам-то, нам. Я убрал с трех пеища. Что это машина в автро? Я же если выйду на проезжую часть, стану посередине, и вам скажу, вам что, мало места проехать, вам это не понравится. Пешеходам это тоже не нравится. Сразу, а что, мало места пройти? Да, мало. Полметра очень мало. Сразу идти. Один говорит, смотри на другие машины, другой я только пассажира высадить, и так и не высадил, и уехал. Начал там... Да не припаркуется он там, он уезжает. Мало места ходить, мало. И тротуар угробленный от машин. А вы думаете, вы там не нарушаете, мужчина? Ну, пускай стоит, все нормально. Он не понял урока, приедет полиция, эвакуирует машину. В чем проблема? Вот удивляет. Да ищи щит, вот мой тротуар домнули. Як-то ищи и тротуар, як-то и тротуар домнули. А вы что, не знаете, что такое тротуар, и как он выглядит? Вы, наверное, права вождения покупали, или на них сдавали? Як-то тротуар, бордюрный камень, видите, вот бордюрный камень. Вы знаете, как тротуар отделяется от проезжей части? Бордюрным камнем. Да, вот бордюрный камень, вот оно. Вы на него, через него проехали. Говорите, где здесь тротуар? Удивительные у нас водители, где здесь тротуар? Паркуется на тротуаре, задает вопрос, где здесь тротуар? вот тут идут люди кажется я не знаю у человека рука порезанная рука в бинте я не знаю может быть там он и припарковался сейчас посмотрим да это они прибыли мужчина лучше перепаркуйте машина оттуда там тротуар полиция уже в дороге она быстро сюда приезжаете машину могут эвакуировать ооо и вторая машина убирается с тротуара а вы что на двух машинах есть и сразу да ну ясно да то есть можно подъехать высадить и машину перепарковать на сергея лозо три минуты отсюда пешком 20 свободных парковочных мест 20 законных и сюда три минуты пешочка но здесь высадили и машину перепарковали потом подъехали забрали его и все весь разговор ну ну не парковаться на тротуаре что очень плохо сразу человек в гипсе очень сильно сомневаюсь что человек в гипсе сюда приехал на двух машинах на человек в гипсе из-за рулев но бред полный и тротуар дамна ну спать и депаркат у аминь дакасы марга мама ку-каращорку ку-капи я требу самарга пендрум каишина спать стряга я кланусь ла сергея лозо ланга стадион динамо 20 локур либерит пенту паркаре официал в аппаркаса колдаун куащу пижос три минуты и тротуаре и тротуара ищи пентру пиетон дом 0 и акта исток арионтишет машин или же ищи и тротуар шума иди партии есть и тротуар дачи мать партия война увидит тротуар сау бордюрный камень на свете вот бордюрный камень вот заезд который уже закрыт вот как людям сюда идти вот смотрите это нормально парковка а мама с коляской как пройдет она будет идти по проезжей части да вон тротуар смотрите вон тротуар дальше идет тротуар дальше идет офигеть юма это дальше что и есть тротуар идем дальше смотрим дальше по их мнению и логики нету тротуара оставили они меньше 15 сантиметров для пешеходов говорят тротуара дальше нету ба а что мы наблюдаем дальше дальше мы наблюдаем тот же тротуар водитель говорит а где дальше тротуар а вот николай сейчас идет по проезжей части или по тротуару идет идет по тротуару как видите и вот водитель нету тротуара дальше у него совести нет у вот чем вся проблема была бы совесть они бы так не парковались заезд на встречку интересный такой водитель и прямо на встречке встал мужчина а у нас на встречной полосе разрешена парковка встречная полоса вас ничего не смущает а а и можно по значит ехать по встречке нарушает правила дорожного движения создавать помехи потоку которые вынуждены вас обижать интересно смотри вот едет по встречке прямо в наглую прямо в наглую горит у него голова болит оставьте его в покое и маневры на пешеходном переходе что у нас запрещено это реально лишение прав вождения такое интересное маневры на пешеходном переходе сейчас он я больше чем буду уверен еще станет на тротуаре там дальше есть тротуар у нас и там любители парковаться на нем я не удивлюсь если он сейчас там припаркуется на тротуаре больше с ними говорить не буду будем ждать полицию болит голова пускай болит потом будет у него болеть голова где есть где же его машина при находится когда он ее не найдет вот тут другой водитель молодой человек как как вы думаете для пешеходов этого достаточно места вы оставили на тротуаре перепаркуйтесь вот у нас на сергея лозо для министерства транспорта там есть парковочные карманы 20 метров свободных паркуйтесь три минуты сюда пешком 3 даже меньше не ваше решение не требуется мы находимся в публичном месте то же самое можете запрещать сколько угодно если что-то не так пишите заявление в полицию там на вас засняли я и выставлю видео с вами и в пошли раслиму молдоминяцы все перепарковывайтесь но мне ваше решение не требуется на видеофиксацию в публичных местах понимаете у вас есть регистратор на машине вот у других есть вы почему им не делаете замечание я вам не давал решение меня фиксировать камеры наблюдения у нас весь город в камерах наблюдения почему вы не делаете им замечание то же самое происходит вы уверены я выставлю в интернет даже скажу какой канал водить по молдавски никола мд если вы тем более знаете мужчина вам хорошего дня тем более вы знаете бог чтение что это водитель да кажись водитель припарковала машину успели мы увидим да девушка девушка там идет водитель вот это красные брючки и кофточка это водитель который припарковался на тротуаре и вот смотрите у нее дочь кормает могла же она там ее забрать могла но нет надо было въехать или сейчас подойдем поинтересуемся идут в больницу женщина там вы машину оставили на тротуаре перепаркуйте ее пожалуйста сейчас будет экипаж полиции машины или эвакуируют или штрафа вам оформят я думаю вы не хотите этого вот у нас есть на сергея лозо парковки возле министерства транспорта отсюда три минуты пешком до туда но я понимаю у вас машина парк я кисти ланой страды сергея лозо он демистирует транспорта полосы карманили специализации кнтропаркали сау при трезвишен август да в те же а колосы катался локоть да еще и тротуар шеище импи и тоньше импи и тоньше импричина авуастры требует смарт пендрум шастану фромос как я говорил шо это водитель припарковался стоять на солнышке тоже как бы неинтересно солнце жарит хоть уже и осень ветер немножко прохладноватый ну и солнце печет и простудиться а еще и тротуар дам ну спать его стас петровое вас парк петербург как в детстве кума стряка мама кукаро черпея ища но мы пендрума шеи шастадя мои проблемы пендрумам кукоптил кубой спарката як тоша а тласат май в ротрезы сантиметре но мы пендруфи и тонь но фромос да филме стоит дачи новоплачика во филмам пивои вот такие вот дела вот там еще одна машина припарковалась удивляет меня вот я должен идти с опаской для жизни блин по проезжей части не тереться вот сигналит кому-то там она а ей просигнали то есть проблем вот смотреть как идет пешеход вот если будем идти друг другу навстречу мы не сможем разминуться вот еще идет пешеход удобно вам ходить так вот видите пешеходам не нравится так ходить молодой человек такой вопрос вам удобно так ходить промеж машин и ждем чтоб машина проехала и не сбила идут под на тротуар как видите здесь водителя мы не увидели куда он ушел но как сами видите девушка сказала что не удобно так ходить водителя нету мы его не заметили ну полиция приедет наведет порядок здесь но как видите если бы я бы шел бы на встречу девушки мы бы не разминулись я просто стоял в стороне и фиксировал и как раз пешеходы пошли и и очень неудобно так ходить домнули вы паркаса на алт локк а еще и паркари да ну сплати депаркат ай ну сплати депаркат петрадуар луац омаколу дин дру луац ом дин друм домнули ши гата да ну петрадуар че какого пути сула один друму супер ка синдром луац пассажир и пошли матом крыт вот такие вот у нас смотрите то есть ему надо забрать пешиху пассажира там но припарковался здесь да сейчас и подойду домнули домнули а ищи паркаре интерзисы и тротуар но спать да ну ма инкап дабочи ну ва инкап петин друм ну азиусь и друму сиди че ищи паркаре интерзисы вову требует луат пассажир де ла урзианса деси война луаць дин друмаколу лэнга ищи интрара ши ешири де ла урзианса да требу са ва паркац аиша тротуар дин друм ну спати дефаку таса а па я у пи вуя мое ва интрем блять се дэй волоса у вас а ведете себя как непонятно шок паркуйтесь на тротуаре крито вам шо мало месо двате че станете на праезисчасте скажете вам шо мало месо на праезисчасте я тебе еще объясняю што тротуар 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 нельзя а еще что а причем здесь родители ты мудила старая вы че пацаны родители цепляете твари вы подзорны ай давай давай снимаем ай бравцы бэр причем родители цепляете пацаны чо родители оставляю чо предприятия родители пацаны екэй декор не трогай меня 48 ст. а а 48 ст. агрожа с кодексом полиция уже есть сейчас будете лезть я приведу 3-2 в обороне Полицию ждем Полицию ждем Будет и лезть, будут приведены средства самообороны Уже были такие вот Так, все Эта женщина кидается Это ты такой, если какая-то в бою, блядь Вот, семейка, долбоебов Так, странные люди покидают место преступления Прежней части пожежеров не могут забрать Надо вехать на тротуар, как непонятно, что, блядь Они вот уже уезжают Скажите еще раз Еще раз Все же, все Да, мало мне места Давай вали отсюда, ты Чмо старая Валили отсюда, давай Стартанули нахрен, давай Вот, девочки, блядь Чего сразу родители уцепляют Аж просто охренеть бесит Вот это вот все, блядь Семейка Мог забрать там в проезжей части пассажиров В проезжей части Нет, ему надо было ехать сюда И ломиться назад Потом бежать обратно сюда, блядь Охренительный, блядь, маразм вот этот вот Старческий, блядь Надеюсь, я таким не буду в старости конченым Смотрю, эвакуатор разворачивается здесь у нас Куда он поедет, я не знаю Ну, смотрим Наверное, на вызов сюда приехали Сейчас спросим его Интересная такая ситуация Значит, должна быть скоро полиция здесь Раз заранее эвакуатор пригласили У нас есть полиция, которая заранее приглашает эвакуатор Может У нас есть такие моменты, когда полиция вызывает заранее Да, а вы сюда приехали А? Полиция, наверное, вызывала А где она? А я не знаю Сказали, сейчас подъедут Потому что я без них ничего не говорю Да я знаю Мы вам ничего не говорим Мы сами удивлены, что эвакуатор приехал А полиции нету А вы сами были и уехали? Нет, полиции здесь не было Не было полиции Ну, я не знаю, как они звонили вам Вот такая вот интересная ситуация Ну, полиции здесь не было А Щусева Щусева-Букурешт Вот, угол Да, вот это угол, да, правильно Они параллельны Тогда И только здесь пересекаются Возле БСМП Вот Только у БСМП пересекаются они Вот такая интересная ситуация Полиция вызвала эвакуатор На Букуре-Щусева Но почему-то их самих здесь нету Сейчас я позвоню в службу 112 Поинтересуюсь Что за дела такие интересные В общем, служба 112 мне сказала Что экипаж полиции Перехватили по дороге На какой-то срочный вызов И сейчас они подъедут Вот как раз экипаж полиции едет Да, вот мы наблюдаем Экипаж полиции Приехали Да, все-таки приехали через час А это те самые? Нет, это другой экипаж полиции Ну, другие сотрудники Машина одна и та же Но другой экипаж Да, другой экипаж А, нет Да, один Это у нас сотрудники были В парке Валя Морил Боназива Вот, как видите Машинки так припаркованы Интересно, что В некоторых местах И 30 сантиметров нет Что пешеходы ходили И вынуждены идти По проезжей части А здесь мамы с детьми ходят Инвалиды Вот если вы наведете здесь порядок Очистите данный тротуар Вот тротуар, как видите У нас запаркованный Здесь люди вынуждены Выходить на проезжую часть Некоторым водителям Делали замечание Чуть ли в драку не лезли Матом крыли Так, что будь здоров Да Экипаж этот полиции У нас бывал на рейде Пять машин здесь припаркованных Можете выбирать любую На выбор Водитель эвакуатора Предлагает начать с того конца Машины эвакуировать Сотрудникам полиции Вот с этим водителем Мы не успели поговорить Потому что он мимо нас не проходил Он прошел в ту сторону С водителями, которыми мы могли поговорить Мы общались Предупреждали Они уезжали С кем не смогли поговорить Потому что их не было Они уже до нас здесь были припаркованы Мы не смогли предупредить их Ну а машину смотрю Опечатывают Ну номера не видно там Не видно номера под лобовым стеклом Машину опечатывают Первый уедет Рено Ну не знаю Был он, не был Не важно Человек уедет на штрафстоянку В струше на машину уедет Если водителя не найдут Вот такая вот ситуация Еще раз повторюсь Экипаж полиции приехал через час Их по дороге задержали на другом вызове И сначала приехал эвакуатор А потом уже экипаж полиции Ну и здесь вот такая вот ситуация Первый уедет Рено Еще раз повторюсь Здесь большинство машин Принадлежат медработникам БСМП Здесь мало паркуются люди Которые приезжают сюда Скорую помощь По медпроблеме Здесь в основном паркуются Медработники Хотя на территории БСМП Есть парковки Где можно спокойно парковаться Пожалуйста паркуйтесь Без проблем Ну есть водители То есть работники скорой помощи Которым лень делать круг На 31 августа Заезжать Они просто здесь тупо бросают машины И идут в больницу работать И потом они же своим действием Подвергают риску Другие жизни людей А вот из-за таких вот Прибаркованных машин Мама с коляской Будет вынуждена идти На проезжую часть Как видите Вот я иду Видите Вот я прохожу Очень такие удобные места Походить Вот так вот Ну сейчас будут Эвакуировать Рено Это первый раз Еще раз повторюсь У нас был случай Чтобы приехал эвакуатор Раньше экипажа полиции Ну приехали Без слов Сразу все поняли Увидели Ну а мы будем наблюдать